На канале RTN программа «Американский акцент» в студии Артём Андросов. Добрый вечер. Многоэтажное здание, обрушившееся в четверг в Майами, было признано нестабильным еще год назад. Согласно исследованию, проведенному в 2020 году профессором кафедры земли и окружающей среды Университета Флориды Шимоном в Довинске, здание, построенное в 1981 году, с 90-х погружалось в землю с угрожающей скоростью. Когда Вдовинске увидел новость о разрушении кондоминиума Champlain Towers в Сёрфсайде, он сразу вспомнил о своем исследовании. Вдовинске сказал, что в нем нет данных о том, что вызвало разрушение. По его словам, в 90-х годах здание опускалось со скоростью около 2 мм в год и с тех пор могло замедлиться или ускориться. По его опыту, даже уровень опускания, наблюдаемый в 90-х, обычно оказывает влияние на здание и его конструкции. Судя по его выводам, это вполне можно применить для обрушившегося дома. Дэниел Дич, который занимал пост мэра Сёрфсайда с 2010 по 2020 год, предостерег от слишком скорых выводов. Это чрезвычайно необычное событие и спекулировать на его причинах опасно и контрпродуктивно, сказал он. Официальные лица заявили, что 35 человек были спасены и подтвердили 5 смертей. Хотя заявили, что ожидают увеличение количества погибших. На сегодня 156 человек числятся пропавшими без вести. По словам комиссара Сёрфсайда Таун Элианы Зальцхауэр, это не было стихийным бедствием, здания просто так не падают, сказала она. Округ требует, чтобы коммерческие и многоквартирные здания проходили повторную сертификацию каждые 40 лет. Процесс включает в себя электрические и структурные проверки. Зальцхауэр рассказала, что никаких серьезных жалоб на здание не было доведено до сведений властей. В 2015 году в судебном иске утверждалось, что администрация здания не смогла поддерживать внешнюю стену, что привело к повреждениям от воды и трещинам. Судя по материалам суда, человек, подавший иск, ранее жаловался в суд по той же самой проблеме. Согласно записям, управляющая компания оплатила ущерб в предыдущем случае. По словам Мэтиса Леви, инженера-консультанта и профессора Колумбийского университета, и автора книги «Почему здания рушатся», могут быть подсказки, почему потрескавшиеся стены или смещающийся фундамент указывает на то, что опускание влияет на устойчивость конструкции. По его словам, жители дома могли заметить изменения. Возможно, были изменения в здании, трещины в стенах, в полу, полы неровные, вещи скатывались, возможно, со столов. Это все могло указывать на то, что здание проседало. Городу необходимо инвестировать в технологии, которые могут определить, какие здания подвержены риску опрушения из-за геологических процессов, считает Керен Болтер, геолог из Флориды, из инженерной компании «Аркадис», которая консультировала федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям по смягчению последствий опасности. По словам Райана Шамета, профессора инженерии университета Северной Флориды, для понимания того, какие здания могут оказаться в опасности, используют спутники, дроны и другие средства. Он считает, что эти усилия различаются в зависимости от юрисдикции и от того, находятся ли структуры в частной или государственной собственности. С его слов, помимо анализа во время строительства, мониторинг обычно не проводится заранее. Кроме того, всегда есть беспокойство по поводу зданий, построенных на миллиарированных землях. Восстановленная земля, будь то свалка или заболоченная территория, со временем может уплотняться, что приводит к сдвигам в земле под здание. Миллиметр может показаться небольшим показателем, но если сложить каждый из них за много лет, то получится уже значимое число. Здание могло быть особенно уязвимым, если бы земля, на которой оно находилось, опускалась с разной скоростью, вызывая неравномерное оседание. За последние несколько лет в Давинске и его команда исследовали, какие части района Майами опускаются, в первую очередь для того, чтобы определить, где повышение уровня моря и наводнения могут оказать наибольшее влияние. Они получили исторические данные со спутников, которые составили карту местности, передавая сигналы на землю и обратно, чтобы таким образом определить смещение высоты. Результаты опубликовали в апреле прошлого года. Данные, собранные с 1993 по 1999 годы, показали, что большая часть района Майами заметно не опускалась, за исключением нескольких горячих точек. Большинство из них произошли в западной части Майами, где высота над уровнем моря ниже. Но уровень просадки в кондоминиуме Чамплейн был необычным. Вдовинский не верит, что у кого-либо в правительстве города или штата существовала причина знать результаты исследований. Большая часть этого была сосредоточена на потенциальных опасностях наводнения, а не на инженерных проблемах. Упоминание в исследовании 12-этажного кондоминиума было вынесено в одну строчку. Мы не придавали этому большого значения, сказал Вдовинский. По его словам, инцидент заставил его задуматься о возможности использования таких данных для определения областей потенциального структурного риска. Из Майами ко мне присоединяется бизнесмен Роман Дубаусов. Рома, добрый день. Добрый день. Ну, расскажи, пожалуйста, что ты знаешь? Я вижу, что ты сейчас находишься возле того самого дома. Что известно на сегодняшний день? Сколько человек еще не найдено? Вот по нашей информации 156 человек. Абсолютно верно. До сих пор. То есть на утро сегодняшнего дня 150 человек так и числится пропавшего не без вести. Ничего не известно, нет никакой информации, где они и что. Ужасная, конечно, трагедия произошла на этой неделе. Примерно сейчас 30 ночи рухнул дом. Точнее, его две части рухнули. Самое ужасное, что это настолько близко от того места, где мы живем. И это примерно в 10, максимум 15 минутах езды от нашего городочка, от нашего дома. Вы в четверг ночью слышали какой-то шум ночью, когда происходило обрушение? Нет, это достаточно далеко для того, чтобы мы услышали какие-либо звуки. Но уже на утро, примерно в 6 утра, я уже читая новости, узнал об этом ужасном событии. Скажи сейчас, что происходит там возле дома, идут ли какие-то работы, перекрыты улицы, что ты видишь сейчас? Ну вот сейчас, для того, чтобы не добраться до этого места, понадобилось пройти пешком почти 6 кварталов, потому что все перекрыто. То есть зайти сюда могут только журналисты или жильцы этого района. Перекрыты все проезжие части, то есть машины включены в объезд и достаточно далеко приходится обещать. Хотя еще вчера и позавчера, когда я ездил, здесь были открыты дороги, часть дорог была открыта, можно было проехать. Но сегодня полиция все уже значила. Хотя вчера ситуация была гораздо хуже и вот этого дома практически не было видно, потому что был столб пыли. То есть, видать, шли раскопки и поднимался пыль. Сейчас раскопки ведутся, какие-то работы там происходят? Да, сейчас ведутся раскопки, а работают краны, работают люди, а это строительный мусор, возится завал, разбирается завал. Работы ведутся очень медленно, как я считаю. Рома, а что известно по поводу людей, которые спасены, которые жили там в соседних, ну как сказать, подъездах, да? Где они находятся? Они там где-то сейчас? И что с родственниками тех пропавших без вести людей? Ну, здесь разбит очень большой лагерь помощи, прежде всего, конечно, спасателям и полицейским, которые организовывают. То есть, это очень большой центр, есть их несколько, точнее даже центр по сбору, донейшн, по сбору продуктов, питания воды. И у каждой полицейской палатки стоит несколько коробок с водой. И люди, те, которые проживали в соседнем корпусе, из не обрушившихся корпуса, они размещены, по словам администрации, мэрии города, размещены в временные центры, им предоставили жилье, отели. Им предоставили жилье, да? Прости, пожалуйста, связь прерывается. Да, им предоставили жилье. Меня интересует вопрос вот этих работ, которые сейчас на доме происходят, потому что сегодня, на самом деле, вот четверг, пятница, суббота, воскресенье, уже четвертые сутки. И 156 человек находятся пропавшими, пропавши без вести. То есть, они где-то под завалами, как мы можем понимать. Ну, по крайней мере, какая-то часть из них. Мне кажется, это очень большое время, то есть, ну, я не знаю, сравнивая, допустим, какие-то события в России, которые были, да, мы не можем, конечно, их сравнивать, но когда происходит взрыв газа или террористический акт, все-таки я вспоминаю, что в России это было, чрезвычайные службы гораздо быстрее работали, чем здесь. Соглашусь, более того, когда я по чужим видео, по новостным видео изучал и смотрел на обломки, на крушение, было заметно, что очень много мелких частей. То есть, он разрушился на достаточно мелкие части. И, вероятно, поэтому есть какие-то осложнения с проведением раскопок, и они ведутся очень медленно. В России, да, то есть, мы помним по всем несчастным событиям, которые происходили в России, все работы, раскопки, в течение трех дней были полностью разобраны. Здесь же почему-то то ли власть, то ли спасатели медлят. Наверное, у них есть на это какие-то причины, наверное, они знают чуть больше. Возможно, есть опасения, что дом разрушится больше как-то? Опасения есть. Я единственное могу предполагать только это. Опасения точно есть такие, они уже предполагают, что оставшаяся часть тоже может рухнуть, и поэтому работы ведутся медленно. Но по той части, которая уже обрушилась, вот стоят краны, они пытаются поднимать крупные обломки, производить какие-то раскопки. Ром, спасибо большое тебе за информацию, за картинку. Роман Дубаусов, бизнесмен из Майами, был с нами на связи. Апелляционный суд отстранил бывшего адвоката 45-го президента США Руди Джулиани от юридической практики в Нью-Йорке. Это произошло из-за того, что он якобы делал ложные заявления, пытаясь добиться от судов отмены проигрыша Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года. Постановление не позволяет Джулиани заниматься юридической практикой в штате, но и не лишает его лицензии. Эту страну раздирают постоянные нападки на легитимность выборов 2020 года и на нашего нынешнего президента Джозефа Байдена, заявили в комитете. «Основой нашей демократии являются свободные и справедливые выборы, ложные заявления, направленные на то, чтобы подорвать доверие к нашим выборам и, как следствие, доверие к правительству, наносят ущерб нормальному функционированию свободного общества». Постановление о приостановке лицензии вступило в силу с 24 июня и не позволит Джулиани представлять клиента в качестве юриста на территории штата Нью-Йорк. В решении комитета говорится, что Джулиани транслировал явно ложные и вводящие в заблуждение заявления судам, законодателям и общественности в качестве адвоката Трампа. Джулиани же утверждает, что расследование его поведения нарушает его право на свободу слова, гарантированное первой поправкой к Конституции США, и что он не делал заведомо ложных заявлений. Я напомню, Руди Джулиани был основным рупором Трампа после выборов 2020 года, когда оспаривал победу Байдена в судах и на пресс-конференциях. Адвокат Карина Дюваль со мной на связи. Карина, добрый вечер. Добрый вечер, Артем. Во-первых, спасибо большое, что нашли время и присоединились к нам сегодня. Ну вот, насколько я понимаю, я не юрист, поэтому, собственно, хочу проконсультироваться с вами. Правильно ли я понимаю, что Джулиани не может заниматься юридической деятельностью, юридической практикой, но сохраняет свою лицензию? Это вообще так и что это значит? Артем, прежде всего, я хочу сказать, что я являюсь российским адвокатом. В Нью-Йорке я лицензирована как иностранный адвокат, foreign legal consulting, как это называется. Это означает, что, хотя я не лицензирована как адвокат, но я подчиняюсь всем тем же этическим правилам, которые действуют в штате Нью-Йорк для адвокатов. Что касается лицензии Рудольфа Джулиани, я сегодня ознакомилась с решением суда 24 июня, которым ему приостановлено действие этой лицензии. Это означает, что он не лишен права практики, это временная мера. Суд считает, что его выступления публичные, которые он много провел с конца 2020 года, суд считает, что эти выступления содержат заведомо ложные утверждения. И что заведомо ложные утверждения, произнесенные адвокатом, они нарушают общественный интерес. И поэтому суд принял меры к тому, чтобы для сохранения этого общественного интереса, то есть запретить ему делать то, что он делает прямо сейчас. А там есть какие-то сроки, когда он может вернуться к своей практике? То есть суд будет рассматривать, действительно ли его утверждения на силе заведомо ложный характер. Это очень важный нюанс, потому что если вы свято убеждены в том, что вы говорите, свято верите в это, то это не является этическим нарушением. Этическим нарушением является заведомо ложь. То есть вы знаете, что вы вводите других людей в заблуждение. И если апелляционный суд докажет в процессе слушания, то есть будут слушания, Рудольфу Джулиане будет дана возможность быть услышанным. Он будет приводить свои доводы в суде и доказывать очевидно, что его утверждения не являются заведомо ложными. То есть еще никто не знает ответа на этот вопрос. Это emergency мера. То есть если предположить, что его утверждения заведомо ложные, то эту заведомо ложность надо срочно остановить. Почему? Потому что адвокат – это человек, который обучен искусству убеждения. Нас учат этому в юридических школах. Мы приходим в суд и мы убеждаем судью, что наш клиент, наш доверитель прав и почему другая сторона не права. Это суть профессии. Мы пишем бумаги в каждом абзаце, аргумент, почему ты прав. То есть вся профессия состоит из того, чтобы убеждать в другую сторону, убеждать судью в том, что ты прав. То есть исходя из того, что адвокат – это профессионал, обученный искусству убеждения, исходя из того, что он выходит на экраны и его видят миллионы людей, и ему верят. И вообще, в принципе, в Америке высокое доверие к адвокатам. Я это вижу по своей работе, хотя я пока еще не адвокат Нью-Йорка, я легал консалтинг, но я вижу, как люди к этому относятся уважительно и доверяют. И, соответственно, если человек такой величины, как Рудольф Джулиани, который с 1969 года в практике, который поборол преступность, организованную в Нью-Йорке, который был мэром Нью-Йорка, люди ему верят. И когда он говорит какие-то стейтменты, когда он приводит какие-то факты, многие, большинство людей ему безоговорочно верят. И поэтому я не могу судить, я не знаю этих фактов, я не нахожусь в политике, и я не знаю, насколько эти факты являются вымышленными, или заведомо ложными, или они не являются ложными. Но если предположить, что человек такой величины, как Рудольф Джулиани, преподносит к широкой общественности заведомо ложные факты, то решением апелляционного суда ему ставится барьер, что вот мы разберемся. Да, Карина, у меня вопрос к вам в связи с тем, что вы сказали, с 1969 года он работает в юридической практике. Что, как вы думаете, для него, для самого, для его бизнеса может значить сейчас приостановка вот этой юридической деятельности? То есть, например, сам Джулиани не может предоставлять, не может заниматься юридической практикой, но что касается его бизнеса, например, может ли бизнес его заниматься этим? Нет, ну дело в том, что если адвокату приостанавливается лицензия, то он не может делать ничего. Конечно, это катастрофа для любого адвоката. Ну, я не знаю, насколько это критично для Рудольфа Джулиани в его 77 лет. Может быть, это не является, наверняка это не является единственным, как бы, его источником дохода. Человек уже на пенсии, человек уважаемый, как бы, и заслуженный. Я не знаю, насколько это для него критично, но это в любом случае удар по репутации, независимо от возраста, независимо от социального положения. Это удар по репутации, и, в принципе, попасть в суд, в апелляционный, это малоприятно. Да, если мы говорим о адвокатах, которые... Ну, вот просто мы же каждый день используем адвокатов для каких-то своих целей, не знаю, иммиграционных, там, любых судов, споров. По какой причине у адвоката могут отобрать лицензию? Ну, у адвоката лицензия может быть перестановлена по множествам причин. Это, ну, это в любом случае, это всегда нарушение, нарушение этических норм, нарушение установленных правил. То есть есть определенные правила, с которыми каждый адвокат знаком. И эти правила он должен знать, и он должен им следовать. Поэтому, если адвокат выходит выступать на публику, то он должен понимать, что можно говорить, что нельзя говорить. Например, вы говорите в целом, ну, любого адвоката, да, за что могут лишить лицензии. Я недавно вот закончила, совсем недавно я закончила юридическую школу здесь, в Нью-Йорке, и у нас был такой предмет, как этика, и приводились некоторые случаи из практики. Один из случаев, допустим, из практики, когда адвокат, в судах штата Нью-Йорка запрещено делать аудиозапись. Аудио-видеозапись запрещено делать. Но если, допустим, вы придете в суд и сделаете эту аудио-видеозапись, то с вас спрос будет, ну, вам скажут удалить. Аудиозапись суда или аудиозапись общения с клиентом? Процесса, процесса, процесса. Вы приходите в зал судебных заседаний, вы не можете включить возрекортер. Но если это сделаете вы, то, наверное, о вас вопросы скажут, мистер, удалите, пожалуйста, вашу запись, и проследят, чтобы вы удалили ее там от облака, отовсюду. Но если это сделает адвокат, и адвокат это сделал в процессе, то его отправили на дисциплинарную комиссию. Ну, то есть, если я как клиент это делаю, я могу не знать, что этого нельзя, а адвокат заведомо знает, что нельзя это делать. Да, даже если вы знаете, что нельзя и делаете, то вы не подчиняетесь этическим правилам для адвоката. И если в ваших действиях нет никакого большего правонарушения, за которое там есть административная, уголовная ответственность, то вам за это ничего не будет. А адвокат, даже если это не уголовное дело, не административное, и ничего такого серьезного он не делает с точки зрения, ну, с точки зрения закона, но он поступает неэтично, то это могут быть у него проблемы. с дисциплинарной комиссией. Например, тоже еще вынесла я из курса поэтики в университете, когда девушка в лоу-скул, училась в лоу-скул, а одна девушка дала списать другой. Ответ на вопрос. Ну, казалось бы, ну что такого? Может быть, кому-то могло бы показаться. Им обоим запретили сдавать бак на пять лет. Одно из-за того, что списала, второе из-за того, что дала списать. Потому что это неэтично. Вопрос к вам такой. Вот если, ну, допустим, я работаю с адвокатом, неважно с каким, иммиграционным, или адвокат по разводу, не знаю, и моего адвоката лишают лицензии. Такое ж может быть. И может быть, что я даже и не знаю-то об этом. Во-первых, как можно это проверить, ну, чтобы, когда мы обращаемся к адвокату, узнать, что действительно адвокат имеет лицензию, можно ли это проверить. И если его все-таки лишили лицензии, то что мне как клиенту делать в этом случае? Ну, насколько мне известно, если вашего действующего адвоката вы приостановили лицензию, то он должен вас поставить в известность. Это тоже его обязанность. То есть он должен перед своими клиентами отчитаться. Вот, ну, что вам делать? Идти к другому адвокату. Срочно искать другого адвоката, потому что ждать, пока у этого адвоката решатся проблемы, это может занять несколько лет. Вот. А если, как проверить лицензию? Ну, во-первых, есть сайт судебной системы, Нью-Йорк, Нью-Йоркская судебная система, сайт. Там есть раздел адвокаты, вы туда вводите, вот как я сейчас ввела фамилию Рудон Джулиани. Там написано, что статус приостановлен, ссылка на решение суда, вы кликаете на решение суда и читаете все. Очень все просто, информация эта вся открытая, и никто ее не скрывает. Карина, спасибо вам большое, что нашли время, присоединились к нам сегодня. Адвокат Карина Дюваль была с нами на связи. В российском Санкт-Петербурге прошел ежегодный праздник выпускников «Алые паруса». Мероприятие собрало десятки тысяч людей на улицах города, несмотря на рекордные среди всех регионов России показатели смертности от коронавируса. Многие в социальных сетях теперь недоумевают, как же так. Ведь статистика оперативного штаба по борьбе с коронавирусом говорит, что в пятницу 25 июня от COVID-19 скончались 98 петербуржцев. Это стало рекордом для города за все время пандемии. Новый рекорд уже в масштабах России был побит в субботу, когда было зафиксировано уже 107 смертей. Ранее больше 100 случаев не было ни в одном из регионов России. Журналист Иван Денисов на связи со студией. Иван, добрый день. Здравствуйте. Ну вот, честно говоря, непонятная ситуация происходит в России с коронавирусом. Вообще, в принципе, с новым штаммом и в Индии, и в России, и в Америке уже говорят, что будет еще одна волна. Но сегодня утром я наблюдал, что в Санкт-Петербурге, в России, проходил фестиваль «Алые паруса». Вы, наверное, видели, что очень много было молодежи, тысячи людей на площади, никакой социальной дистанции, никаких масок практически не было. Вот как бы вы оценили то, что происходит? С одной стороны, вроде бы есть запреты в России, а с другой стороны, вот такой большой фестиваль происходит, и абсолютно без каких-либо карантинных мер. Да, ну, кстати говоря, вы довольно точно отослали именно к этому фестивалю. Что касается ситуации с коронавирусом, то, знаете, я сразу предупреждаю, я, конечно же, не специалист, я не врач и так далее. Более того, я не сторонник теории заговоров и всего, что с ними связано. И я даже не антипрививочник, но в том, что происходит во всем мире последний год с небольшим, мне видится очень-очень много странного и полное отсутствие, во-первых, какой-то логики, а во-вторых, какого-то элементарного, даже не скажу, уважения, ну, наверное, этого не стоит вообще ожидать от власти, а доверие власти к гражданам. Потому что нам навязывают какие-то безумные меры, навязывают их всем абсолютно, не стараясь, скажем, акцентировать внимание на действительно уязвимых каких-то группах людей, которые, может, этого и заслуживали. У нас мечутся как-то из страны в сторону, у нас непонятно вообще, что и как, и все эти правила, скажем, с масками и с перчатками, но они действуют, знаете, по принципу, на какого полицейского ты наткнешься в метро. То есть ты можешь ходить вообще без ничего и нормально, ты можешь снять маску на минуту, тебя штрафуют, если в этот самый момент ты встретишь кого-то. И это можно продолжать до бесконечности. То же самое сейчас происходит и с вакцинами. В Америке, например, ну я понимаю, хотя я считаю, что и в Америке сильно пережали, и я был согласен, оно давнее, но тем не менее с решением Верховного суда еще 19 века, Верховный суд Нью-Йорка, правда, о том, что всех запирать дома, ну это неправильно, как минимум. И, кстати, ряд заключений судей уже года прошлого в своих штатах локдауны или домашние аресты отменяли. Я напомню, вполне себе с привязками к Конституции. С вакцинами сложнее, потому что есть действительно решение того же Верховного суда еще 1905 года, которое решением 7 к 2, в общем, ну если не обязывает, то допускает то, что штаты могут эту самую вакцинацию делать обязательной, но не принудительной. Насколько я знаю, общефедеральных законов в Америке нет по вакцинации, но штаты имеют довольно большие полномочия, а те два судьи, которые были против, Пекхем и Брюер, если кому интересно, они нам, увы, не оставили заключений письменных. А в заключении Харлана, судья основном, сказано, что да, права есть, но что нельзя, там такая туманная формулировка, власти не могут быть уж слишком пережимать и своей властью злоупотреблять. Что происходит у нас? Я опять вижу, сосредоточусь на нашей ситуации, какую-то шизофрению. Сейчас в Москве лютая жара, тем не менее, от людей требуют срочно прививаться, вакцинироваться. Нам приводят какие-то жуткие цифры, но при этом люди, которых вынуждают вакцинироваться, стоят в очереди по 4 часа, я это не выдумываю, мне это говорят люди, которым я доверяю. Сами понимаете, рядом друг с другом и можно заразиться всем, чем угодно. И что у нас будет происходить дальше, я не знаю. С понедельника запрещено входить без этих кодов в заведение общепитовский, вы наверняка об этом слышали. То есть, прям-таки, знаете, Джим Кроу по-русски, да, сегрегация. Но вот я слышал, на самом деле, что запретили находиться на детских площадках и сидеть на лавочках, даже такое. И тут, знаете, тоже очень странно, вроде бы запретили, но это опять поймают себя или не поймают. Такая ситуация. А как люди относятся к вакцинам? Вот что вы скажете? Действительно, недоверие большое? Ну, как вам сказать? Большинство людей поставлены в такую ситуацию, что доколить уже лишь бы отстали. В то, что эта вакцина от чего-то защищает, по-моему, верит мало кто. И тем более нам же говорят, вот вы, опять, моя позиция, если бы сказали, вот вас укололи, и на 20 лет вы забыли. Ну, ладно, хорошо. Если же нам говорят, вы укололись через полгода опять, а потом опять, ну, сразу же напрашивается, что это какая-то в лучшем случае вода или физраствор, а в худшем случае неизвестно что. То есть, люди, которых встречал я, с которыми я не буду говорить, что это большинство и так далее, но с которыми мне доводилось общаться, позиция такая, лучше уколоться, чем уволят, чем отстранят от работы. Наконец, многим просто удобнее питаться вне дома, и ради этого они готовы пойти на прививку. Но в то, что эта вакцина имеет какую-то медицинскую роль, это, по-моему, мало кто верит. Когда-то, еще, может быть, несколько недель назад, я слышал такое от некоторых людей, что вот в России там не будут заставлять делать вакцину, чтобы сохранить работу, например. Сейчас мы это уже видим, по сути, пресс-секретарь президента объявил об этом, о том, что люди, которые не хотят вакцинироваться, будут искать новую работу, будут искать ее долго. И на этой неделе американская компания в Нью-Йорке объявила о том, что она распустит офис, вернее, распустит не офис, а сотрудников из этого офиса, которые не хотят вакцинироваться. Как вы думаете, ждет ли нас здесь в Америке то же самое, или что-то нечто подобное, когда компании могут или смогут, или захотят заставлять людей вакцинироваться, чтобы они продолжали работать? Ну, да, а что касается реплик Пескова, то вообще после таких слов по-хорошему ему под суд надо идти, потому что, когда человек открытым текстом говорит, что вы теперь будете под контролем вечно, у него там была формировка «когда это кончится, если это кончится, а до того живите по кодам». По-моему, это преступление, такие вещи говорить. Что касается ситуации в Америке, ну, с одной стороны, частные компании, увы, они могут делать практически все, что им угодно, да, есть частная дискриминация и так далее. С другой стороны, я все-таки очень надеюсь, что адвокаты в Америке тоже работают, и что права граждан будут защищаться. Увы, как я сказал, все-таки прецеденты, они в сторону принудительных, обязательно, опять, это две разные вещи, обязательной вакцинации, но все-таки, я надеюсь, уцепиться за что-то адвокаты смогут, потому что пока, насколько я смотрю, по всем штатам вот такого обязаловки нет, это остается на усмотрение властей внутри штата или каких-то компаний. Компании, ну, не знаю, уволили из одной, по-хорошему, надо идти в другую и надеяться, что там таких дурацких правил не будет, потому что, я еще раз повторю, я не отрицаю то, что вирус есть, но я не считаю, что он такой ужасный, что от него надо всем вакцинироваться, тем более, если вакцины дают только временную защиту. По-моему, политики и коммерции, в худшем смысле этого слова, здесь больше, чем медицины. Я просто думаю, как интересно это будет выглядеть. Компании разделятся на те, которые требуют вакцинированных сотрудников и те, которые, ну, поощряют, что ли, не вакцинацию, или я даже не знаю, как это сказать. как будет уходить человек из одной компании, то есть, причина его ухода, не захотел вакцинироваться? Вот мне тоже трудно представить, но вообще тут, знаете, открываются просто какие-то небывалые просторы для любых писателей, которые специалисты по антиутопиям, потому что мы сейчас с вами сталкиваемся вот просто с чистым видом сегрегацией. Места для вакцинированных, для невакцинированных. Школы для вакци... Этого нет, ну, а кто знает? Школы или классы для вакцинированных, для невакцинированных. Тем более, я не знаю, правда это или нет, не могу вам ничего сказать точно. Говорят, что для детей это тоже скоро станет обязательным. Вакцинация. Где-то... Да, вакцинация совершенно. Да, уже есть университеты в Америке, которые объявили, что не принимают студентов в этом году без вакцины. Вот, и про школы у нас в России говорят то же самое. Магазин, опять, вход для вакцинированных, для невакцинированных. Это очень нехорошая ситуация, потому что мы видим, что под прикрытием этого вируса, опять, я не пытаюсь говорить вам про конспирологию, но то, что контроль за нами усиливается, то, что общество раскалывается, потому что идет разобщение, так или иначе настраивают людей друг против друга, какая-то неприязнь к тем, кто вакцинировался или наоборот не вакцинировался. Все это возводится в какую-то общественную политику, и такие вещи, они добром, но никогда не заканчиваются. Так что, мне представляется, власти во всем мире, не только у нас, они заигрались в коронавирусе очень серьезно. Мы видим, что локдауны, ну, уж не обессудьте, не оправдали себя, я считаю, никакого проку нет. Маски, вроде бы, по той же переписке доктора Фауча, тоже смысла не имеют. Вакцинация, нам сами они говорят, что это временное, но, простите, не проще ли дать людям, которые боятся действительно вакцинироваться, ходить в масках, даже сидеть дома, пожалуйста, дайте им такую возможность. А людям, которые это отрицают, ну, дайте, буду обобщать, дайте нам возможность самим решать, что и как. Я, может, на эту вакцинацию пошел бы, ну, наверное, придется это делать, посмотрим, но пока меня уж совсем не заставят, я не буду этого делать, я не люблю принуждение. У меня сразу же какой-то такой внутренний красный свет загорается, и я вижу в том, что это нехорошее. Поэтому, дайте нам возможность это выбирать. Если мы выберем, ну, на здоровье вам же проще от таких, как мы избавитесь. Я бы еще хотел затронуть с вами аспект рекламной кампании вакцинации. На этой неделе я был в городе Тампа во Флориде и встал в пробку, когда президентский кортеж пересекал дорогу. И там был, как оказалось, не сам президент, а потом, спустя пару часов, я узнал, что это супруга президента, Джилл Байден, находилась во Флориде и объезжала пункты вакцинации. В общем, это была такая направленная рекламная кампания, грубо говоря, в тот момент, когда сам Джо Байден находился в Северной Каролине и проходило вот это большое выступление, где он призывал людей делать и делать вакцины. Как вы оцениваете вот эту рекламную мощь, вот эту кампанию, в которой участвуют и президенты, и вице-президенты, и жена президента? И что-то есть подобное в России, вы видите? Ну, напрямую я этого не вижу, потому что нам вот как-то все, насколько я могу судить, может, я что-то упустил, но у нас, так знаете, Путин устранился. То есть вот устами того же Пескова он одобряет все, что происходит на местах, а в открытую, по-моему, побаивается идти на... Почему не знаю, но побаивается явно. Что касается всей этой агитации, ну, трудно сказать, пока это только агитация, я не поклонник Байдена, я не хочу его ни с какой там оправдывать, но пусть говорит, это все лучше, чем когда он там какие-то страшные вещи шепчет, путает Сирию с Ливией, ну, и так далее. Здесь, пока это идет на словах, пока никого не заставляют, то любой политик может свою позицию высказать. А люди уже сами решают, слушать им политика или не слушать. Я думаю так. Да, но у меня просто к этому всему главный вопрос. К чему такие силы, усилия, да, применяются высшей властью, чтобы заставить людей вакцинироваться? Какая цель у этого всего может быть? Вот мне самому это не до конца понятно, потому что, ну, опять, если через вакцинацию удастся усилить контроль какой-то, чтобы всех вакцинированных там были какие-то свои коды, номера, еще что-то, я могу это понять. Это действительно проще за людьми следить и так далее. Если здесь примешиваются коммерческие интересы, то есть, тот самый худший вариант, когда бизнес, там, фармацевтический, например, сливается с правительством, и получается, что правительство продает вакцину через таким-таким, таким вот опосредованным образом, ну, я тоже в этом что-то и вижу, значит, какие-то финансовые моменты. Но ни первое, ни второе, я считаю, не является показателем высокого уровня современной политики, потому что, ну, не вижу я в этом смысла. Все вопросы такого рода должны оставаться на усмотрении граждан, а и ни в коем случае им не навязываться. Тем более, ну, все-таки, прямо скажем, ну, не падают люди замертво на улицах, очень много разоблачений о том, что есть манипуляции со статистикой, и что вирус, конечно, повторяю, есть, но он не такой уж и ужасный. Более того, я видел сам документ, но они все, все могут найти, это эпидемия где-то с 58 по 68 год в Америке, которые мало знают, но доктор, специалист по эпидемиям Хендерсон в своем исследовании 2009 года, сейчас он умер, к сожалению, он пишет, что вот такие заболевания, которые похожи на грипп, но более опасные, передаются воздушно-капельным путем, невозможно их остановить запретами, закрытиями, масками и так далее, и что нужно сохранять спокойную, нормальную жизнь максимально, и ни в коем случае ее не ограничивать. А чем тогда можно остановить это? Повторяю, пытаться выявлять самые уязвимые группы людей, тогда, кстати, это было даже опаснее, тогда основная группа была беременная женщина, и то их не стали там по домам запирать, но они больше пострадали от той болезни. А так, стараться выявлять их, стараться давать людям возможность выбирать, как я уже сказал, но если уж так боишься, правильно, сиди дома, ладно, тем более сейчас это проще сделать, чем в 60-е годы. Но в целом, вакцина тогда не очень не помогла, на самом деле, она появилась где-то в начале 60-х, но в результате эта самая эпидемия, она выдохлась, вот помните, была еще эпидемия гонконгского гриппа в 68-го года, и считается, что только через вот нее она выдохлась, но никакие ограничительные или даже вакцинные меры, получается, не воздействовали. То же самое и здесь, пока у нас нагнетают, пугают, истерят, и мне сразу кажется, что что-то здесь не чисто за всем этим. Не верю я в то, что политики так заботятся о здоровье граждан. Вот не верю, и все, извините. Иван, спасибо большое, что вы нашли время, присоединились к нашей программе, Иван Денисов был с нами на связи сегодня. Большое спасибо вам, до встречи. И на этом у меня все, смотрите программу «Американский акцент» в следующее воскресенье на RTN, я желаю вам всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова